Определился не только состав Госдумы. Руководители выбирали в девяти российских регионах. В семи из них состоялось прямое голосование, в двух решения приняли местные парламенты. Имена лидеров избирательной гонки в репортаже Тимур Сиразива. Ура! 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 Новая победа Алексея Дюмина, герой России. Генерал-лейтенант служить Родине теперь будет на посту губернатора. Он приехал в свой штаб поздно ночью. За него проголосовали более 84% избирателей. Данные, которые есть, уже без сомнений подтверждают, что выборы состоялись абсолютно правильно, по закону. И ваша победа абсолютно точная. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Ответственный момент. Очень волнительный. Исполняющим обязанности губернатора Алексея Дюмина назначили в феврале. До этого он был заместителем министра обороны. За семь месяцев в области Дюмин заслужил доверие жителей. Глава понимает, такая уверенная победа – это аванс. Время оправдывать надежды. На выборы Алексей Дюмин шел с программой развития региона. Это четкий план действий на пять лет. Я понимаю, что тот этап, который мы прошли, это даже не старт, это какой-то миг, который прошел в один момент. И чувствую колоссальную нагрузку и ответственность. Мое кредо, или можно сказать по-другому, мой принцип – это меньше слов, больше дел. Это первые всенародные выборы губернаторов Тульской области за 15 лет. Избирателей встречали песнями. На гармонии Алексея Антонова – символ ВДВ, сын – десантник. И Алексей и его семья проголосовали одними из первых. Сейчас, наверное, самое сильное чувство – это чувство гордости за Россию. На участках много молодых. В педагогическом университете – настоящий праздник. Здесь самое большое число тех, кто голосует впервые. Я, конечно, сидела там, боялась, отдала паспорт, сидела там, ждала. Какое-то напряжение было, когда зашла, там, ну вот уже голосовать, когда уже дали бюллетень, такая, вот это я ставлю галочку. Вот это запоминающуюся очень. Но вы заранее решили, за кого ставите галочку? Да. Я заранее решила, я почитала про всех. В 20.00 начался подсчет голосов. На участке 24-24 их считали около пяти часов. Результаты здесь отражают расклад сил по всей области. Под пристальным вниманием и постоянным контролем наблюдатели на расстоянии вытянутой руки от стола, где считают бюллетенье. И хотя процесс еще не закончен, уже сейчас можно сказать, кто лидирует на этом участке. Это бюллетенье за кандидатов к губернатору Тульской области. И вы видите, с каким отрывом здесь побеждает Алексей Дюмин. Он поблагодарил всех, кто пришел на выборы. Спасибо Алексей Дюмин сказал и каждому сотруднику своего предвыборного штаба. На память о победе общая фотография. Это все соратники. Я вижу. И там, и там, и там. И партия. Я узнаю их из тысячи. Прямым голосованием руководителей выбрали в семи субъектах. Тульская область, Тверская, Ульяновская, Коми, Тува, Забайкалье, Чеченская республика. По предварительным данным, везде победу одерживают исполняющие обязанности глав регионов. Наталья Жданова раньше была председателем парламента Забайкалья. У нее более 54% голосов. Она приехала на избирательный участок Садового. С бодрым, хорошим рабочим настроением, в хорошие погоды. Выкопали картошку. Поэтому с чистым сердцем пришли отдать свои голоса за самых достойных людей, кандидатов от нашего края. Сегодня у Рамзана Кадырова обычный рабочий день. Говорит, что был уверен в победе. За него проголосовали 98% избирателей. Доверивая нам свою судьбу, они нас загрузили больше, чем мы даже думали. Поэтому я чувствую больше ответственности, чем победу. И мы не участвовали на выборах, чтобы победить. Мы на все 100% понимали, что абсолютно больше конкурентов нам нет. Потому что мы свою жизнь посвятили служению народу. Сергей Морозов возглавляет Ульяновскую область уже 12 лет. В 2004-м он победил на прямых выборах, во втором туре. В этот раз хватило одного. У него 54%. У меня нет и тени сомнений о том, что мы справимся со всеми вызовами, которые есть. И сделаем жизнь. И в целом Ульяновскую область и каждого жителя нашего региона. Хоть чуть-чуть, но счастливее, чем она была до этих выборов. В Коме победил Сергей Гапликов. В Туве – шалбан-караол. В Тверской области лидирует Игорь Руденя. Чем выше процент, тем мы больше ожидания. Поэтому этот процент нам придется не просто отрабатывать, а вот очень даже очень пахать. Чтобы оправдать доверие наших избирателей. В двух республиках глав выбрали депутаты. В Северной Осетии парламент поддержал Вячеслава Бетарова. В Крачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Они уже приняли присягу. Теперь по закону главы регионов должны отправить правительство в отставку и сформировать новый кабинет. Эти люди вместе с губернаторами и будут выполнять обещания, данные в ходе избирательной кампании. Тимур Сиразиев, Дмитрий Синицын, Игорь Крисков, Антон Королев. Первый канал. Тула.